Сулейман Ат-Тайми Когда они увидят, что приблизился судный день, на их ликах появится огорчение, и сказано будет им, это то, что вы приготовили. Повторял эти аяты, и он вышел с намаза. И когда пришел наутрие намаз в мечеть, застал его повторяющими эти аяты. Дай Аллаху Субханаму Та'Алле нам иман. Из таких действий, чтобы иман был, чтобы поднимал Аллаху Субханаму Та'Алле наш иман, это нужно вспоминать об Аллахе Субханаму Та'Алле почаще, читать Коран, чтобы дружить с праведными людьми, относиться хорошо друг к другу, иншаллах. И помнить, что мы к Аллаху Субханаму Та'Алле наше возвращение в день суда. Уважаемые братья, когда мы вспоминаем об Ахирате, о судном дне, о кабре, о могиле, человек иногда, он только об этом думает, сидит и ничего не делает, закрылся. Наоборот, это должен быть неким позитивом, чтобы побольше успеть сделать в этой жизни благих дел, побольше оставить след на этой земле из благих дел. И знать, что сегодня деяния и расчета сегодня нет. Завтра расчет, и дело уже никто не сможет сделать. Может быть, он захотел бы сделать благие дела, но не сможет. Я говорю, Хасан, рада Аллаху Анху, сказал, Будет, у каждого из нас с вами, будет две ночи и два дня, когда человек, никто не видел этого. Самые великие две ночи и самые великие два дня. Первая ночь – это когда человек уйдет с этой жизни, покидает эту жизнь, его положат в могилу. Это первая ночь. Вторая ночь – это предутренняя ночь судного дня. Два дня – первый день. И напоследок хотелось бы напомнить, в первую очередь себе и всем нам, что сегодня мы заходим в мечеть, читаем намаз, возвращаемся домой. Наступит такой день, когда нас приносит в мечеть, и на нас будут читать намаз, и мы уже не вернемся в свои дома. Всевышний Аллах в Коране сказал, пусть это будет напоминанием для всех нас. Те, кто не стремится ко встрече с Аллахом, кто довольствуется лишь мирской обителью и успокоился на этом, те, кому безразличны наши знамения и обитатели ада, они обитатели ада, за то, что они приобрели. Поэтому человек пускай задумается перед тем, как совершить какой-то поступок, перед тем, как забрать имущество другого человека, перед тем, как кого-то обидеть, сделать какой-то поступок, за который потом придется жалеть, пускай он вспомнит, а это я отлично.